Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Дмитрий и у нас сегодня с вами паранормальное явление. Это инди-хоррор, сейчас я сяду поудобнее, инди-хоррор, в котором нам предлагают играть за какого-то клифа, студента, который что-то взял новую работу, я так понимаю, показывает паранормальное явление на втором месте по таким вот этим шоу. И, короче, ты имеешь Хайред Инспект Августина... Короче, давайте мы не будем заморачиваться и просто нажмем на старт гейм. Отсутствие регуляторов вообще как таковых. Тут есть майн-меню, в котором нет ничего. Даже чувствительность мыши и звук ничего не меняют. А, батарейки, батарейки. А можно выключить? А, это камера, наверное, нет? Чего такое-то? Куда мне идти-то? Интересно получается. И что? И куда мне? Я зашел. Тут висит Иисус. На этом. Закрыто. Висит он здесь, видать, мы в какую-то приходскую школу, что ли, пришли. Другого не понимаю. Другой причиной здесь его висения. Радиаторы вот висят. Вентили всякие. Здесь очень громко все, поэтому... Здесь очень громко, поэтому я... Как сказать, мучаюсь. Мучаюсь. Я бы выкрутил вниз в самую громкость. Все закрыто. А можно закрывать, чтобы не путаться? Потому что я заблужу сейчас. У меня кретинизм. Чего меня отталкивает-то все, а? О, у меня ноги даже есть. Ничего себе. Ладно, пойдем. Он нам что-то рассказывает. Здесь везде... Спасибо. Я как раз хотел закрыть. Ничего себе, здесь стоит... Библия. Если бы я еще понимал, слушай, дружище. Показывает, как... Татуаж глаз, наверное, проводить. Здесь какая-то история, я так понимаю. Вау. Открытая дверь, наконец-то. Я предполагаю, что я буду молчать, потому что... Хотя нет, я не буду молчать. И че? И куда? Или мне дожидаться, пока он договорит? Че это? О-о-о, мне дали этот... Мне дали... Как им пользоваться? Хоть опоративный голос, блин, периодически бывает. Хорош гудеть. Хватит гудеть. Я знаю, что ты здесь. Чего? Как им пользоваться для начала? Ничего. Хорошо, давайте попробуем. Я не понимаю, что от меня хотят. Пользоваться как этим Олимписом? Меню, Digital Voice Recorder. Это диктофон. Этим диктофоном... О, вот сюда надо идти. Это что, обучалка, что ли? Или что такое? Хорошо, давайте попробуем. Это диктофон. допустите меня в дверь я хочу посмотреть что там находится теперь туда надо идти ешкин ты кот одни разговоры елки зеленые да что такое все очень не понимаю хоть субтитры бы написали страшно было очень страшно если еще понимал что тут происходит вообще было бы здорово ну видать что-то страшно шоу писс а а а знаешь меня чё всегда удивлял что такие места отправляются до того человека Типа, иди ты там в госпиталь, который заброшен там 150 лет назад, ищи призраков. На, вот тебе диктофон и фонарь. Всё. Чё делать, как это делать, зачем это делать, блин, одному? Почему нельзя командой какой-то собраться? Хотя я фильмы смотрел, там и командами особо не справляются, поэтому... Понятно. Ничего не понятно. А где мой, этот калькулятор, которым я записываю звуки? Закрыто, закрыто, где открыто-то хоть? Англоязычным зрителям будет очень интересно посмотреть это видео, потому что они будут хотя бы понимать. Хм, я тоже за призрак из-за какого-то играю, я так понимаю. У нас нет внутренностей, у нас есть только рубашка. Я так понимаю, нам сказали, что здесь будут блендинги, лайтинги и скриминги, и, короче, обосрёшься. Ёб твою мать. Чё делаем-то? О, тётка танцует, смотри. Много тёток танцует. А чё я тут стою-то? Почему я двигаться-то не могу? Чё мне, какой-то этот... Вот здесь? Куда идти-то хоть, ёлки-палки? Checking out. О, вон, открытый, ёлки-палки. Бегать не могу, значит, бегать ни от кого не придётся. Это уже радует. Значит, нам придётся только сраться. Закрыто, закрыто. Закрыто, закрыто. Закрыто, закрыто. Закрыто, закрыто. О, открыто. Ничего себе, мы её в палату пустят. Класс. Да. Закрыто. Закрыто. Чё орётся-то так? Ещё открыто. О, коробки. И чё, сюда мне можно зайти? Классно. А закрыть можно за собой и, типа, здесь стоять? Чтоб здесь ничего не это... Чтоб меня никто не обидел. Закрыто. Открыто. Смотри, меня в палату пускают. Сидеть предлагаете или чё? Можно сесть? Я бы покатался бы на такой ерунде. Ну, типа, здесь, чтобы ноги не уставали. Ты сел бы по этой больнице, тебе экскурсию провели. И всё, и хорошо. Красота. Открыть можно? О, нельзя. Открывай давай. Тёть! А, тёть! Давайте я заскриню, чтобы ты, это... Типа, на превьюшке была. Давай, вот даже поближе подойду, чтобы мне страшно было. Эй! И вот так. Вообще отлично. О, нет! Смерть, беги! Смерть, беги, выходи, проваливай! Пеппер, диппер, чего? Run, get out, run, dead. Ммм, out, em, run... Понят. Да откройте. Чего я? Я с этой стороны не могу, дружище, открыть. Тебя коробками завалил? Ты чё там орёшь-то? Cut him out. Не знаю, как переводится. Ладно. Бежим. Бежим, будем делать вид, что мы можем бежать. Нельзя. Вот здесь чё-то должно быть страшно, прям. Музыка напряжённая такая, очень прям. Можно дальше пойти, нет? Можно, вот сюда зайти. Ничего себе, здесь ещё и этажи есть. Там нет ничего, туда нельзя попасть. Зачем здесь только этажей? Я не понимаю, мы играем уже 11 минут. Класс, а зачем я сюда поднялся вообще? Для того, чтобы посмотреть. О, вниз лестница появилась. Ничего себе. Закрыто. Кто там давится, блин? Эй, не плачь. Всё будет хорошо, дружище. Ты умер уже давным-давно. Чё ты плачешь? А, может, ты здесь? Дети какие-то плачут. Чё, детский сад, что ли, какой-то? Я же в сихушке в какой-то. Или в чём я? Я в этом, в госпитале. В неком. Ищу про нормальные явления. Какие здесь дети вообще могут быть? О, ещё призывная. Это вот хреновина. Свечечки стоят. Романтику кто-то устраивает здесь. Свидание, что ли, кто-то решил сделать. Не, ребят, здесь хреновое место для свиданий. Хотя бы из-за того, что здесь... Дурило. Чё орёшь-то? Пугайте меня. Я в коридоре хожу. В узком коридоре. Давай, пугай. Дурак какой-то орёт просто, да и всё. Здесь закрыто, блин. Даже никуда не пускают. Тогда хоть пускали. Эта игра... Медленно обернулись, и здесь пугают. Нет. А, свечки погасли, смотри-ка. Или я по ним прохожу, и они гаснут. Нет, нихрена не гаснут они, когда я по ним прохожу. И что это значит? Я буду нажимать на все двери, потому что могу. А вон там свечки не погасли, смотри-ка. Может, ну и нахрен нажимать на все эти двери, потому что толку-то от этого никакого нет. Есть левый, есть правый. Пойдём налево. Никогда его не призываю ходить налево, но мы пойдём налево, потому что налево я запомнил. Мурашками я, конечно, покрылся, но не могу сказать, что это было страшно. Это было просто неприятно как-то. Он как-то побежал так некрасиво, прям так... Типа, прям, не знаю, какой-то неприятный человек вообще. Ещё весь красный, может, испачкался в чём? В варенье, в малиновом. Вкусное, наверное, было. В целом прикольная игрушка, да, можно ходить, нажимать на двери, бояться, можно не бояться. Ёб твою мать, за мной. Стой, подожди, я... Да как мне выйти-то, если я не могу выйти? А, не смотри. Я что должен делать сейчас? Ну? Капает кровь. Дальше что? Фонарь включи, пожалуйста. Не вижу ничего. Фонарь включи. Да включи фонарь. Спасибо. Здесь, я так понимаю, проводили опыты над людьми. Вон, кожу с них снимали, языки резали, глаза выдавливали. То есть, ну вообще что-то не очень все хорошо у них было. А давай мы сделаем вот так вот. Как бы вот так вот заскринить, чтобы она была не засвеченная? Вот так, наверное, давай. Вот так. Да ну нахрен. Я прям хотел просто, знаешь, таким набросками прям сделать. Типа очень страшная игра. Вот давай вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Вот это, кстати, самая нормальная картинка. Она не засвечивается. Мужик, привет. Так, больше дверей здесь нет. Здесь только одна дверь. О! Я не люблю игры, в которых двери нельзя за собой закрывать. Нужно делать игры, в которых можно закрывать двери, потому что я заблужусь. Это 100%. Если я двери не буду закрывать за собой, я буду блудить. Ух. Заскорень тоже. Пусть будет. Глаза можно взять за собой. Нельзя. Нельзя, не надо ничего нажать. Ничего нельзя сделать. Пойдем отсюда. Здесь ничего интересного нет. А, и выйти нельзя тоже. Здорово вообще. Наиграем уже 16 минут, хочу заметить. И пока еще ничего страшного не было. Ну, как бы, было, но... Ну, не хочу сказать, что это было прям очень страшно. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, потому что это важно. Можешь заканчивать уже своими историями, ну... Чё-то нагнетает. Сколько времени хватит? Ну, похоже, почти, но нет. Чего, айс? Взять-то глаза нужно или чё? Или закрывать глаза надо? То есть мы здесь были для истории какой-то, да? Если бы мы ее понимали, было вообще отлично. А чё, эта дверь вообще не работает, всё? С концами? Ну ладно. Не будем мы разглагольствовать, мы подойдем сразу к этому. Чего? Чего? А кто меня видит-то теперь? Вот этот или вон тот? Такой узкий коридор, какой он неприятный. О! Это что вообще? Мы куда идем-то? У нас есть отсюда выход какой-нибудь или нет? Можно к нему подойти? Нет, к нему тоже не надо подходить. А, нам нужно просто пройти и увидеть, как их убивают. Слышать, как их убивают. Папки какие-то. Открывай двери, мы пойдем. Я весь мурашками покрылся, но мне не страшно. Скорее всего, просто неприятно. Я не знаю, пусть меня вообще слышно или нет, потому что игру я выкрутил в 50%. То есть она вообще выкрутила... О! Ты чё? Ну чё, с места сдвинуться не могу. Из-за вот этой громкой музыки я сам себя даже не слышу. То есть я... Даже не знаю, может быть, у меня даже в доме уже кто-то ходит, а я не слышу. Это меня есть кромсайль только что? Или чё? Я чё-то верю в то, что чё-то там, и ты... Ты в порядке. А, ну всё, типа, главного героя нашего зарезали. Грустно, грустно, что ж ты поделаешь-то. А ничего не поделаешь, всё, готов. Мне всё, мне больше нельзя ходить. Я так понимаю, это конец игры. Да, ничего страшного, прощаю тебя. Ты же мне деньги за это обещал, наверное. Да, ничего страшного, я тебе говорю, всё хорошо. Вот, в целом-то. Вот это тоже за скринью. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Увидимся с вами в следующих видео, в следующих хоррорах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok